МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Достаточно часто делались ошибки в фамилиях, но поскольку у фронтовика деда было редкое имя Айса, нам удалось установить, что их дед защищал станицу Азовскую во время Великой Отечественной войны. Здесь погиб и был захоронен именно в станице Азовской на кладбище. Имя Айсы Тухитосимова действительно есть в поименных списках захоронений. Где-то в небольшой тихой предгорной станице Азовской, испытавшей когда-то ужасы фашистской оккупации и освобожденной в феврале 1943 года на местном кладбище покоится сержант, которого 80 лет искали родные. Сложно передать те эмоции, которые испытали и мы, как сотрудники музея, и, конечно, родственники погибшего дедушки во время Великой Отечественной войны. Слезы на глазах были и у нас, и у наших гостей. А эти объятия, которые подарили нам наши гости в знак помощи, просто бесценны. На памятнике – братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Выбиты имена многих героев. Увы, список неполный. О скольких еще ничего не известно. Родственники Айсы Тухитосимова, погибшего здесь 20 февраля 1943, намерены обратиться в Центральный архив Министерства обороны и провести всю необходимую работу, чтобы имя героя было внесено на мемориальную доску. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой.